Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю последний окончательный видеоролик 14-го хода нашей войны. Это последний день войны, это самый решающий ход войны, это, по сути, всё то, что происходило до этого момента, это всего лишь пустышка, потому что война у нас, по сути, сейчас охарактеризуется с форматом контроль-точек, в котором, по сути, по сути, очень много слова по сути, решается всё именно в этот последний самый ход. И к данному последнему ходу каждая из фракций подошла довольно-таки ровненько, на удивление. Эльфы сейчас находятся не в самой лучшей ситуации для себя, проигрывают они, как минимум, снеговикам и сантам чуть больше 10-ти точек. Ну и снеговики с сантами сравнялись у нас, грубо говоря, по очкам, в одно очко у них разница, по точкам. И сказать, кто сейчас выиграет, сказать довольно-таки тяжело. И, по сути, я бы, наверное, предположил, что у снеговиков при правильных раскладах, при правильных потраченных звёздах, шансов выиграть данную войну в разы-вразы больше. Почему? Потому что данная фракция, как минимум, не нуждается в том, чтобы защищать свою столицу. Что нельзя сказать о сантах, что нельзя сказать о эльфах, которые, как минимум, закинут, я думаю, что около 30-ти тысяч звёзд смело на данные две зоны. Потому что, ну, у каждой фракции вы уже поняли за эти 14 ходов, что есть игроки, которым без разницы, что там происходит, куда надо атаковать, что надо дефать. То есть они всё равно вкидывают свои звёзды в эти столицы. И поэтому я более чем уверен, что они забросят по 30 тысяч звёзд впустую на данные фракции, вернее, на данные зоны. Ну и что касаемо столицы снеговиков, ну, 5 тысяч это, в принципе, ну, довольно маленькие показатели. При том раскладе то, что там вкинется где-то по тридцатке. Ну, а тут максимум будет, наверное, 10 тысяч и уже плюс 20 тысяч звёзд у вас имеется. Что у нас происходит в данной войне на данный период времени? Сейчас на момент запись видеоролика где-то около часу по московскому времени. И я вам могу сказать то, что Санты довольно дико атакуют на центральные точки. Но помимо центральных точек, грубо говоря, у них ничего хорошего нет. Очень большое количество одноочковых позиций теряется при этом раскладе. И не сказать, что они что-то забирают здесь по одноочковым позициям. И, по сути, акцент данной фракции делается исключительно на центровые зоны. И самый главный ответственный момент, наверное, для данной фракции это смогут ли они забрать этот чёртов кунгур, эту чёртовую центральную точку в 5 очков. Потому что жертвуют они довольно-таки многим. И если после всего этого расклада они не сумеют забрать ни кунгур, да, ни гардер тот же, то, по сути, это будет самое ключевое для данной фракции. И уже после этого можно будет констатировать то, что они проиграют сегодняшнюю войну. Потому что отдавать довольно-таки большое такое количество своих одноочковых позиций это чревато. И если ты уж не сможешь забрать тогда центральные зоны, которые оцениваются и ценятся намного-таки больше, тогда всё печально закончится для тебя, для твоей фракции и ты проиграешь. Но если рассмотреть всю эту ситуацию с другой стороны, если всё же центральные точки по типу кунгура, по типу гардера заберутся, то в какой-то степени разменяется количество очков и шанс на победу в войне у Санд будет. Что касаемо снеговиков, скажу так. По сути, большое количество одноочковых позиций атакуется и дефится. И по сути, если дополнительно, наверное-таки, забрать, либо удержать какую-нибудь из данных двух центральных точек, я имею ввиду кунгур-гардер, ну гардер это трёхочковая позиция, это не пятиочковая, при этом не потерять, не потерять Новол и Парму, иран, я так понимаю, здесь задефается, то всё будет хорошо у снеговиков. И кто бы мог подумать, то, что у фракции, которая, ну грубо говоря, 13 ходов, просто проигрывает, имеет сейчас шансы на победу в войне. Очень непредсказуемая война и шансы серьёзно есть. И даже в какой-то степени этих шансов намного больше, чем у любой другой фракции, я бы сказал, наверное, даже так. Что касаемо эльфов, то предположить, что данная фракция может выиграть, ну в какой-то степени я могу, но не более. Да, заберут они, если данные две трёхочковые позиции, больше, я так понимаю, не заберут они ни одной центральной, ну на данный период времени, задефают свои две точки, и при этом довольно неплохое количество одноочковых позиций данная фракция также дефает. Но при всём раскладе, скорее всего, данной фракции будет тяжело выиграть данную войну, наверное, скажу я так. Ну, шансы тоже какие-то остаются. Просто меня смущает то, что сейчас уже как минимум отрыв имеется в 12 очков, а это значит, что нужно забрать как минимум, если забирают две трёхочковые, то ещё дополнительно, ну хотя бы 10 одноочковых зон, и тогда, возможно, шансы у эльфов выиграть данную войну будут. Потому что, напоминаю, всего максимальное количество очков в нашей войне это 111. По сути, я думаю, что отрыв будет минимальный, и, наверное, таки выигрышная фракция закончит около где-то 50 очков, и очень интересно мне будет посмотреть, как всё сегодня будет меняться. Записываю более такой ранний ход, потому что сейчас уже будет... У нас голды в игре. Будем сегодня уделять внимание именно данному небольшому такому ивенту. Сегодня у нас такой более интересный день. И, по сути, в течение всего этого дня будем следить, как оно будет меняться. Поэтому, если хотите, друзья, обязательно тоже приходите на стримы. Будете чекать за всеми этими фракциями, за всеми движениями, как оно всё будет меняться. Я так понимаю, что в последнее время это довольно-таки интересная вещь. Поэтому, если что, присоединяйтесь. Ну, а давайте теперь уже пройдёмся по ходам. Посмотрим, что я вам сегодня тут подготовил. Что касаемо Сант, подготовил я атаку Кунгура. Банально просто. Та территория пятиочковая, которая сейчас ещё в какой-то степени актуальна. Я надеюсь, что Санты смогут, даже если вкинут большое количество звёзд. Пусть, пусть будет большое количество звёзд. Но они заберут эту пятиочковую зону. Главное, чтобы не уходило у Сант большое количество звёзд на деф своей столице. Как по мне, это, ну, глупость. Просто глупость. Ты задефаешь, но при этом твоя-то фракция от этого, ну, не так много чего получит. И нужно, конечно, контролировать ситуацию и понимать в тот или иной момент, стоит ли отдавать деф на данную территорию. На данный период времени я бы сказал, что оно того не стоит. Определённо. И лучше. Задефаем каньончик, трёхочковую позицию. Атакуем Кунгур. Всё довольно-таки просто. Плюс пять. И на деф ещё троечку. Довольно-таки неплохо, если эти две территории останутся, то с моей стороны я сделаю всё возможное. И явно не буду себя винить в том, что дал какой-то неправильный ход и не потеряю, например, там, столицу, как это было до этого у нас сделано. И за счёт этого у Санты ситуация в войне намного-таки усложнилась. Дальше у нас идут эльф. Что касаемо эльфов, я могу сказать, то, что здесь, по сути, нету смысла атаковать на центральные позиции. Здесь больше есть приоритета дефу долины. Это трёхочковка. Но атака уходит на новол. На трёх... О, пятиочковая это долина. И атака уходит на новол. Довольно-таки неплохая трёхочковая позиция. И... Шанс её забрать имеется. Сейчас даже в какой-то степени есть отрывчик небольшой у данной фракции. Ну... Лучше перестраховаться, наверное, в какой-то степени и отдать ещё и своё предпочтение на неё. Потому что я тут посмотрел. Ну, не сказать, что где-то есть такой потник. Парма отрыв больше, чем на новоле. Поэтому в данный период времени лучше мне, конечно, отдать предпочтение данной точке. Ну и что касаемо у нас снеговиков, снеговики мои хорошие. Что я могу вам сказать, друзья? Я вам могу сказать одну простую вещь. Кунгур для Санты снеговиков это ключевая зона. И неудивительно ни для кого, что сегодня приоритет я отдаю за две фракции именно данной точки. Одна атакует, другая дефает. И кто ее будет контролировать, получит дополнительный буст и дополнительные шансы в выигрыше данной войне. Я сказал бы так. И поэтому, безусловно, я отдам деф за снеговиков на Кунгур. Ну, а атака пойдет на Кельн. Здесь почти на каждой зоне трехочковой у снеговиков имеется такой, ну, небольшой барьерчик. И возможность все равно всегда есть забирать данные территории. И даже несмотря на то, что сейчас снеговики не ведут на данной территории, а деф эльфов превышает атаку снеговиков, я все равно пойду на данный Кельн и буду надеяться на то, что фракция сможет забрать данную территорию. Ну, и за счет этого упрочить свои шансы в лидерстве. И если снеговики выиграют эту войну, мне хотя бы морально не будет даже жалко, то, что санкции проиграют, потому что они проиграют той фракции, которая под конец сделала в этой войне все максимально правильно и максимально четко. Поэтому это будет куда приятнее, чем выиграют эльфы, которые проигрывали, потом сделали какие-то правильные ходы, потом опять неправильные ходы, и потом в итоге выиграли, и это будет как-то не по красоте смотреться, честно, для меня. Поэтому я надеюсь, что если уж не санты, то пусть уж снеговики выиграют данную замечательную войну. Ну, а мы будем вместе с вами следить за этим 14-м ходом. это реально дикая жесткая заруба, которая по сути, как бы это странно ни звучало, еще только и только начинается, еще целых почти 20 часов имеется, и теперь уже все зависит только от ваших правильных действий, с каждой стороны фракции и уже через 19 часов 40 минут данная война закончится и мы узнаем, кто ее выиграет, узнаем халявного обладателя плюс 15 контейнеров, много не мало, но по сути такой дополнительный бустик возможно с этих контейнеров что-нибудь годное еще может дропнуть поэтому будем следить интересно мне лично кто выиграет и сегодняшний день я более чем уверен что мы уделим данной войне еще на стримах поэтому тоже присоединяйтесь ну а я со своей позиции со своего обзора могу сказать то что спасибо всем кто поддерживал данный видос мне реально приятно то что вы поддержали то что вы ставите лукасы то что вы поддерживаете пишите даже свои комментарии и конечно же подписывайтесь потому что для меня в прошлый раз я можно так сказать пропустил эту войну это был интересный ивент но в какой-то степени я наверное таки ошибся и тогда не записывал никакие обзоры сейчас сейчас что-то немножко приболел или что не знаю не понимаю сейчас же я считаю что я сделал то что я хотел я сделал этот обзор и в какой-то степени получил моральный буст с вашей стороны то что вам это нравилось то что вы смотрели это вы поддерживали и конечно мне это все приятно возможно таки данные войны будут у нас еще проходить в игре и я надеюсь то что я буду их обозревать буду записывать обзоры буду подсказывать вам рассуждать по этому поводу и возможно эта война будет уже совсем скоро ну и вот такой вот у нас 14 ход сегодня получился спасибо всем кто досмотрел данный видеоролик до конца всем спасибо пока